Всем привет, друзья! С вами Паречка, и сегодня я покажу вам, наконец-таки, как можно купить этот грёбаный батл пасс в игре под названием Marvel Snap. Я скажу так, это было очень сложно. Две бессонные ночи, потраченные около порядка 50 долларов, просто для того, чтобы найти способ купить этот грёбанный батл пасс игрокам, которые не находятся в США, в Филиппинах или ещё в какой-либо стране, которая подходит под текущие условия разработчиков. Давайте сразу покажу вам непосредственно сам батл пасс, что он у меня есть, что он действительно у меня есть. Я нахожусь в Беларуси, для тех, кто, возможно, интересуется, и хочу сразу сделать небольшой дисклеймер. Давайте вот даже, я не знаю, какую-нибудь первую награду сразу. Вейв, вот, получим карту Вейв, всё. Получили эту карту, отлично. Я сразу скажу, я не хочу сейчас какие-нибудь, я не знаю, условные, сделать вам гайд индустрии, который будет быстро рассказывать, как нужно всё сделать. Поэтому я постараюсь максимально коротко, по делу и по фактам, но небольшой дисклеймер. Мне кажется, что данный метод сработает для практически всех, то есть белорусов, украинцев, европейцев, ну, неважно, любая страна, которая не подходит под текущие какие-то там требования разработчиков. Кроме, вот, возможно, Российской Федерации. Друзья, кто находится в России, мне кажется, в данном случае вам понадобится либо найти какого-то знакомого, который поможет вам это сделать. Вы должны разобраться, как именно оплатить покупки на данный момент через App Store. И ключевое, да, что именно нам сегодня понадобится, это телефон с операционной системой Apple. Давайте я буду сразу рассказывать, что делать, и в случае чего, в случае каких-либо вопросов или комментариев, пишите в комментах, говорите, получилось у вас или нет, из какой вы страны. И, ну, если вы из России, будем пытаться вам как-то помочь, заходите на стрим. Смотрите, для начала нам понадобится телефон от Apple, как я уже и сказал. Если у вас такого нет, то придется найти какого-то знакомого. Лазейка появилась в чем? Лазейка появилась в том, что игра была запущена в Филиппинах. Как раз-таки со стартом этого события была запущена игра в Филиппинах. И, соответственно, там это уже, по сути, открытый бета-тест. Там может зарегистрироваться любой желающий и скачать эту игру. Что-то у меня заиграло, сорян. Это на рабочем столе какая-то музыка. Это на рабочем столе. Это странно. Это странно. Ладно, что мы будем делать? Мы будем менять наш магазин на филиппинский. Магазин Apple, магазин аккаунта Apple, App Store мы будем менять на филиппинский. На данном видео я сейчас вам все покажу, как это сделать и попытаюсь объяснить. Советую повторять, соответственно, в той же последовательности, независимо от того, в какой стране вы находитесь. Итак, смотрите. Сначала мы заходим в App Store непосредственно. Нажимаем здесь по нашему профилю. Он находится вот этот сверху, где моя фотография. Дальше мы видим раздел Country and Region. Страна и регион, соответственно. Заходим в него. И в данном разделе мы выбираем страну под названием Филиппины. Нашу славную страну Филиппины. Сейчас будем переезжать туда жить. По поводу VPN, использовать его или нет, решать вам. Я использовал. Принимаем, естественно, условия соглашения. Принимаем их, да. И далее у нас появляется пункт, который необходимо заполнить информацией. Мы не будем ничего оплачивать из этого магазина, поэтому я поставил метод оплаты нет. Далее заполняем какое-нибудь имя. Вася Пупкин, Петя Васькин. Неважно. В любом случае заполняем это имя. Ну и далее адрес. Тут необходимо будет ввести какой-то адрес. Я написал буквально случайные цифры. Вот в посткоде я рекомендую вам все-таки зайти в Google, как я это и сделал. И я вот взял рандомный код Филиппин, например, 1081. И страна или город, это, я не знаю, Манила. Филиппины Манила, по-моему, столица. Не помню. Подскажите в комментариях, буду признателен. Короче, я написал сити Манила. Посткод поставил 1080. 1080, страна, ну, конечно же, конечно же, Негрос Ориентал. Тут понятно. Телефон, я не буду сейчас показывать, я там очень долго тупил. Я, короче, вводил какие-то случайные номера. Поэтому, ну, введите какой-нибудь филиппинский номер рандомного генератора. Должно помочь. Я тут перелистаю, потому что я очень долго это делал. Ну, вот, изгенерировал себе номер условно. Я, если что, это не финансовая рекомендация. Может, у вас это не сработает. Вот номер. Все, я его ввел, смотрите. Получается, да, все, я его ввожу. Последний пункт. И я нажимаю да. Соответственно, все, я теперь нахожусь в филиппинском App Store. И в поиске я пишу, просто беру и пишу Marvel Snap. Вот она игра, она у меня уже скачана. И, соответственно, вы тоже нажмете ее скачать. Давайте добавлю один небольшой моментик, друзья. Огромное и очень важное замечание. Не запускайте игру, находясь в филиппинском маркете. Не заходите в нее. А также, не забывайте про тот факт, что у вас уже, по сути, должна быть игра. Или не должна быть. В принципе, тут ваше дело. У меня уже был Google аккаунт. Мне прислали бета-приглашение. Поэтому я зашел в игру через аккаунт Google. Но, еще раз повторяю, не заходите в игру из филиппинского App Store. Вообще ничего не сделайте. Не делайте. Просто ее скачайте. И потом повторяйте следующие действия. Сделаю ли я их в эти видео? Да. Вроде как должен сделать. Захожу обратно, где моя фотография находится. Раздел. Опять выбираю страну-регион. И меняю ее обратно на свою. На ту, где я нахожусь. В данном случае это Беларусь. Соответственно, у вас это будет Украина. Какая-то Германия условная. Или любая страна, которая вам нужна. Россия, я так понимаю, может быть в том числе. Но если у вас есть действующий способ оплаты из Российской Федерации. Соответственно, тут решать вам. В противном случае используйте Казахстан. Либо друзей. Все. Тут вводим свою обратную информацию. На данном этапе я уже вводил свою реальную белорусскую карточку. Заполнял реальные имена. И заполнял адрес биллинг, который у меня будет использоваться. Все. По сути, это все. Сейчас опять может музыка заиграть. Но она, слава богу, не заиграла. Но она хотела. И получается все. Теперь уже мы заходим в Marvel Snap. Пожалуйста, не играй, не пугай меня музыка. Мы заходим в Marvel Snap. Тут вам будет предложен вход, если вы входите в первый раз. Соответственно, регистрация. Либо же у вас есть аккаунт Google, как и я. Видите, я уже зашел из него. Поэтому я теперь могу только выйти. Входите в ваш аккаунт или создавайте новый. Также хочу отметить, ребят, напомню, что игра находится в бета-тесте. Все, что вы сейчас делаете, вполне возможно, не совсем как бы законно в каком-то смысле. Поэтому если ваш аккаунт снесут никаких вопросов ко мне, я за это не отвечаю. Учитывайте, что это бета-тест, что вы покупаете игру из региона, в котором она якобы еще недоступна. И вся ответственность тут лежит на вас. Просто небольшой дисклеймер. Спасибо за музыку. Замечательные обои, но мне очень нравится. Итак, по второй уже, собственно, этап того, что происходит. Тут у нас громкая музыка игры. Я просто на данном... Кстати, она почему-то очень подлагала это видео. Ну, в общем, я там зашел в игру. Как видите, я нажимаю. Что-то происходит. Я просто вам покажу. У меня она еще докачивались данные игры, поэтому были проблемы, когда я нажимал Get Premium. Я просто подождал, потупил, нажимаю Get Premium. Смотрите, у меня цена 11.99 в белорусском App Store цена дешевле. И просто появляется возможность купить через мою белорусскую карточку, что я, собственно, и нажимаю. И вуаля. Готово. Смотрим. Все, ваша покупка была успешна. Ну, и тут, соответственно, у нас появляется то, что я купил Battle Pass. Я охренел. И, соответственно, меня, естественно, тоже и здесь начали писать. В общем. В общем и целом, ребята. Battle Pass куплен. Купил я его, находясь в Беларуси. Будучи в Беларуси. Я желаю вам удачи. Если у вас получится приобрести данный Battle Pass, обязательно мне отписывайте в комментах. Заходите на потоковые трансляции. Я буду вас всех видеть. Непосредственно с вами был Поречка. Желаю удачи. И увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok